Абсолютно никакого анализа, никакой статистики. Вот эта дорога, она меня притянула в какой-то момент. Да, романсовая публика — это уходящая публика. Мы не знаем, что такое хорошо, что такое плохо. Изменить голос под манеру хуже, чем оперное, совсем нет. Появляется пошлость. 200% что и технология подтянется. И они начинают такое в нём вытворять. Приветствую вас, друзья. Вы на канале Юрия Медяника. Это рубрика «Мой гость». И, как всегда, я общаюсь с теми людьми, которые привлекают своим творчеством моё внимание, которые привлекают своим же творчеством ваше внимание и фамилии которых, как всегда, очень ярко и часто упоминаются на афишах вашего города. Сегодня моим гостем, моей гостьей, мне чрезвычайно приятно это говорить, является певица Ирина Крутова. Ирочка, привет! Привет всем, привет всем хорошего дня! Это очень любопытная история, потому что мы знакомы очень-очень много лет. И сейчас, можно я открою тайну нашим зрителям сейчас, я вне эфира спросил, можно ли называть в эфире тебя Ирочкой Крутовой? Ну, потому что я так привык, мы так друг друга называем. Ирочка и Юрочка. Так можно же, да? Ну, мне привычно, потому что у меня брат Юра. Поэтому для меня это вообще естественно произносить. Это имя во всяких уменьшительных, ласкательных звучаниях. Поэтому Юрочка для меня это очень привычно. Класс, мне приятно. Но, знаешь, Ир, очень часто тогда, когда ты выходишь на сцену, твой образ, который ты создаёшь, и создаёшь уже очень много лет, и это очень здорово, я его обожаю, он очень статный, он очень недоступный. Да, правда. Даже так? Да, совершенно верно. И это в хорошем смысле образ тех артистов, которые были очень-очень... Ну, которые были на Олимпе 50-60 лет назад. Я сейчас не говорю о возрасте, я сейчас говорю о том, какое впечатление производили эти артисты тогда, и какое они производят сейчас впечатление по их записям. Это такой вот идеальный образ. Сейчас это не сарказм совершенно, действительно идеальный образ. И я, когда присутствую на твоих концертах, я слышу, я вижу абсолютно один образ от первого выхода на сцену, от первого шага на сцену, до, собственно, и последнего шага, когда ты уходишь за кулисы. Это сознательно? Это проработано как-то на основе, не знаю, статистики, на основе какого-то анализа? Или это твоя сущность? Абсолютно никакого анализа, никакой статистики. Я вообще далека от этих всех. Вернее, анализ — это для меня естественно. А что касается поведения на сцене, конечно, есть какие-то моменты, которые ты прорабатываешь. Но что касается моего ощущения на сцене и поведения, то, наверное, сцена сама рождает такое во мне, вот такое проявление, которое вы улавливаете, да, и которое, не знаю, я ничего специально не делаю. Наоборот, мне кажется, я порой излишне открыта и проста, скромна на сцене. Я смотрю на некоторых, они все так себя несут. Я это ощущаю, когда себя несут, подают. Мне кажется, что я этого не делаю. Наоборот, я иногда закрываюсь, может быть, на сцене, но не в момент исполнения, безусловно. Не в момент исполнения, я готов это подтвердить много-много раз. Но тогда, когда у тебя тематические программы, влияет ли, помимо того, что сцена сама, сама диктует определенный образ, влияет ли именно та тематика конкретного концерта на твое поведение на сцене? Объясню, что я имею в виду. Вот условно, мне очень понравился твой эксперимент, когда ты пела музыку Дефали. И если брать, ну, условно говоря, музыку Дефали и русский романс, поведение на сцене, ну, это диаметрально противоположное, должно быть? Или не должно для тебя? Ну, опять же, музыка сама диктует какие-то внутренние характеристики, что ли, да, которые проявляются в момент исполнения и присутствия на сцене. Для меня музыка, она первична, единственная, что колоненствует вот в этот момент. Ни в коем случае я не думаю о том, как я сейчас выгляжу, насколько удачно, там, да, поворот, очень редко такие мысли успевают прийти в голову, потому что музыка захватывает целиком и полностью. И это самое главное, особенно в таких сложных программах, насыщенных эмоционально и насыщенных в музыкальном смысле тоже. Поэтому, ну, музыка, конечно же, имеет, если это военная программа, то, конечно же, достаточно строгая какое-то, да, что ли, и поведение, и воспроизведение, не знаю, не строгое, наверное, а очень такое, живое, наоборот. В военных программах это, да, здесь может быть целая палитра эмоций. Да. Я помню, Ирочка, мы знакомы много-много лет, что скрывать, я сейчас не подчеркиваю возраст свой, прежде всего, но я помню, поскольку вы очень дружны с моей сестрой, и я помню тот период, когда ты еще раздумывала о том, какое избрать для себя направление в, ну, скажем так, жанровое направление или направление в вокальном искусстве, и тогда, вот мне очень интересно, это было, наверное, лет, когда ты уже стала петь романсы? Лет 20 назад? 20. Вот это решение отказаться от карьеры оперной певицы в пользу романсового жанра, опять-таки, это желание души, сердца, порыв души и сердца, или, ну, ведь это совершенно разные, скажем так, разные перспективы, ну, что греха таить, исполнительница романсов это, это артист, исполнитель романсов это артист, который поет на русском языке, ну, в нашей стране, да, значит, потенциально он закрывает для себя аудиторию, которая не понимает русский язык, верно? Отчасти, отчасти, потенциально, да, поэтому я использовал слово потенциально, ну, отчасти потенциально, человек, который поет оперу, это человек, который поет на всех возможных языках, ну, может быть, только не на языке Фуксии и на эсперанто, но он выходит на сцену, практически на сцену любого театра, в любой точке мира, и его искусство понятно. Здесь сознательное решение, петь романсы. Ну, ты знаешь, наверное, ответ может быть таким, что у каждого, своя дорога, наверное, вот эта дорога, она меня притянула в какой-то момент, привела к себе, и я по ней иду совершенно спокойно, и у меня нет как раз, я понимаю, о чем ты говоришь, и, наверное, периодически такие мысли посещают любого исполнителя, который как бы ограничен в выборе публики, потому что все говорят, что да, романсовая публика это уходящая публика, молодежь не идет на романс, не знает романс и так далее, но я на самом деле каждый день получаю сообщение о том, что я никогда не любила и не слушала романсов до тех пор, пока не услышала вас. Каждый день я это получаю, и я удивляюсь и грущу одновременно, что вот это продолжает иметь место, да, вот эти стереотипы, романс и это что-то там где-то такое, вот оно какое-то там сложное, ненужное и так далее. Но мы же слушаем народную музыку других стран, народов и так далее на языке, который нам совершенно не близок, непонятен, слушаем с упоением, с удовольствием, потому что мы воспринимаем эмоциональную сторону этой музыки и то же самое происходит и с романсом, потому что язык чувств, он не имеет акцентов, скажем так, и каких-то диалектов, и все равно, если это настоящее, инструментальную музыку слушают везде, то есть, в принципе, если воспринимать это как посыл эмоциональный и, в первую очередь, музыкальный, то я думаю, что и романс, и любая другая музыка будет понятно всегда и всем. Я сейчас хотел бы предложить нашим зрителям посмотреть и послушать и насладиться романсом «Оренбургский платок» в твоем исполнении. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ирочка, еще к вопросу о том, что очень многие исполнители сейчас думают вот о чем. «Вокалистки, у которых не складывается оперная карьера, думают, что «Ну ладно, хорошо, тогда я буду петь камерную музыку». «У тех, может быть, у кого не складывается с камерной музыкой, решают, ну ладно, с камерной музыкой не очень, потому что немецкий язык сложно там выговаривать, с итальянским плоховато, ну ладно, буду петь я романсы». Я абсолютно не разделяю такого мнения, я совершенно не согласен с этим, потому что невозможно заниматься каким-то направлением музыки по остаточному принципу. Так не бывает. Абсолютно согласен. Абсолютно согласен. Ввиду такого широкого на нее давления, скажем, да, со всех сторон абсолютно, снизу, сверху, сбоку и так далее, ниже плинтуса, пояса и так далее, да, все это. Она совершенно потеряла ориентиры, все вот это вот наваливается на всех, и люди в большинстве своем перестали фильтровать, что называется, да, то есть вот этот цитата из стихотворения детского, что такое хорошо и что такое плохо, оно сегодня, его, во-первых, можно отнести ко всему абсолютно, но оно совершенно растворилось. То есть мы не знаем, что такое хорошо, что такое плохо. Вот оно все есть, и все смешалось, и все как-то среднее, хотя это не так, потому что стоит какие-то вещи обозначить тверже, да, я имею в виду, чтобы профессионалы как-то, они, конечно же, увлечены творчеством, конечно же, увлечены… Но своим в основном. Программами там, ну там внутренние какие-то, да, моменты, и, конечно, мы в какой-то степени не дорабатываем, чтобы обознать, что вот так нельзя, вот так нельзя относиться, так нельзя петь, так нельзя… Это не хорошо, это не есть уровень, да, достойный, профессиональный и так далее. А люди, ну, Роман, Роман, знаю, слышал, и все принимают, и все принимают за чистую монету, хотя есть разница. И нужно, наверное, как-то тверже все это обозначать, и скромнее быть, наверное, не всегда хорошо. Да, особенно сейчас, особенно в наше время. Да, да, ну, я не знаю, как с этим бороться, и кто это должен делать. У инструменталистов, как правило, это делают педагоги, действительно, они говорят, ну вот с сольной карьеры не очень, концерт Брамсова у тебя не идет, концерт Сибелиуса не очень, давай поиграем в сонаты Моцарта, давай поиграем в трио, давай поиграем в квартете, но это совершенно другая история. Мне кажется, что это педагоги. Отчасти да, и потом, мне кажется, что не совсем верно тоже это ставить на какие-то ступени, что вот это значит, это хорошо быть солистом, а быть оркестрантом это плохо, это неплохо. Абсолютно. Можно быть выдающимся, да, участником, да, ансамбля, оркестра и так далее, и средним солистом, да, то есть это все достаточно относительно. Поэтому вот эти вот градации еще тоже, да, что камерная музыка, она хуже, чем оперная, совсем нет, и она совсем не легче, совсем не легче. То есть там владение голосом должно быть настолько основательным и тонким, потому что там нюансов гораздо больше. Вот и на своей сложности. Конечно, конечно, а мне кажется, что еще в камерной музыке и в романсах, ну если брать, я считаю, вершины романсового творчества, это романсы Чайковского и Рахманинова, так там вообще образ, который можно на сцене оперы создавать в течение четырех часов, если это опера длинная, а вот в романсе «Все отнял у меня», например, который длится 40 секунд. Здесь нужно создать такой образ, чтобы сразу из ниоткуда и по голове шарахнуло. Совершенно верно. Но основа, меня всегда интересуют технологии, технологии и исполнения, и технологии самого жанра. Основа исполнителей, которые поют романсы, должна быть академической, то есть манера исполнения должна быть академической, основа, постановка голоса? Или все-таки в этот жанр можно прийти и из фольклора, и из народного? Это как раз не самый главный момент, какая постановка голоса и из какого ты жанра. Тут как раз важно владение голосом. Единственное, что, конечно же, академическая манера, она более перспективна в отношении красок, которые голос может дать, нежели народная. Потому что народная манера, ну, как привычная, вот эта вот народная, да, хотя она тоже ведь... Ну, так на горле немножечко, да? Да, это тоже такие ограничения, мне кажется, сегодня уже больше такие фольклорные, что ли, да. То есть мне кажется, что важно не столько вот это вот определенное звучание, сколько важно найти свою форму. Не изменить голос под манеру, а найти свой голос и дать ему все возможные, которые у него заложены, краски. Потому что вот эта самая народная манера, она достаточно ограничена и в диапазоне, и, ну, в красках, понятно, идут интонации и так далее. В этом смысле, конечно, академическая, она дает больше, и диапазон больше, и чуть-чуть большую свободу, скажем, чисто вокальную. Я сейчас хочу предложить посмотреть романса «Напоследок я скажу», и это как раз-то удивительное сочетание романсовой манеры, но с народными инструментами. Замечательный ансамбль «Россия» и дирижирует Димочка Дмитриенко. Посмотрим. Поет одна из самых известных современных исполнителей русского романса. Лауреат Романсиады 2002 Ирина Крутова. «Напоследок я скажу», «Напоследок я скажу», «Напоследок я скажу». «Напоследок я скажу», «Прощай, любить не обязуйся», «С ума схожу или восхожу» «Ко высокой степени безумства. Как ты любил, ты пригубил, погиби не в этом дело. Как ты любил, ты погубил, погиби не в этом дело. «Напоследок я скажу», «Напоследок я скажу», «Напоследок я скажу». «Прощай». «Напоследок я скажу», «Напоследок я скажу». «Напоследок я скажу», «Напоследок я скажу». «Напоследок я скажу». «Напоследок я скажу», «Напоследок я скажу». «Это первое. То есть, кто говорит, неясно и кем принято, тоже непонятно. Поэтому этот вопрос очень хочется прояснить. И второй момент, есть ли новое поколение любителей романсов и как его воспитывать?» Потому что сейчас все, в принципе, воспитуемо. Вопрос только кто и как этим занимается. Да, это вообще сложный вопрос. Воспитание сегодняшней молодежи, опять же, мне кажется, в силу того, что очень много информации, и они совершенно не знают, на что опереться. Их знаний недостаточно для того, чтобы разобраться и понять, что да, это есть хорошо, а это не очень. Ну, стереотипы, все, во-первых, считают, что романс — это что-то такое заунывное и что-то такое грустное, бесконечное, тоскливое, обязательно что-то такое. Почему? Я не знаю, почему так. Наверное, кто-то когда-то так вот услышал, ну, что-то такое в своей жизни. И самое грустное, что, наверное, многие что-то подобное слышали, и из этого складываются такие стереотипы, на самом деле. Но этот стереотип идёт из советского времени? Из каких-нибудь музыковедов, которые так, возможно, как это написали? Наверное, я даже не могу, до сих пор не могу найти, что называется, край крайнего, да, и почему такое ощущение, и почему, наверное, говорят, что публика такая, да, возрастная у романса, потому что воспринимать его нужно, что называется, всем существом. Молодёжь, возможно, сегодняшняя, пока не в состоянии, да, не находится в зрелом состоянии эмоциональном, и может быть сложнее, хотя, может быть, мы ошибались. Но может быть, здесь вопрос в возрасте не по годам, а в возрасте по жизненному опыту? Да, ну, здесь всё так, да, в общем-то, всё смешивается. Иногда взрослый ведёт себя совершенно незрелый иногда, юный может быть очень и очень чувствующим и понимающим. И я совершенно точно знаю, что если молодые люди оказываются на концерте, на моём концерте, да, я не буду говорить о ком-то, я знаю, что если он увидит снова моё имя, он придёт. Я убеждён. Потому что здесь речь не о жанре, а об искренности, что ли, о правде. Потому что есть, конечно, игровые, скажем, романсы, где понятно, что это игра, что это не прям, да, какая-то такая правда жизни. Хотя у некоторых и вся жизнь игра, поэтому всё, в принципе... Совершенно верно. А вот по поводу второй части вопроса. Совсем недавно мы разговаривали с Борей Таракановым, и мы как раз говорили о хорах, ну, о хорах, не знаю, как правильно, кстати, он разрешил мне говорить, и так, и так, и так, да, оба ударения. И мы говорили о том, что в прибалтийских странах это государственная программа воспитания любви к хоровому пению, вот к такому времяпрепровождению, когда не с бутылкой пива вечером идёшь куда-нибудь в подворотню, а собираешься и поёшь вместе с другими такими же любителями, и никто не претендует на профессионализм в этом вопросе. Знаешь несколько нот, знаешь, можешь читать какие-то простые простецкие мелодии, и этого уже достаточно. А есть ли у нас какая-то госпрограмма? Вот самое заметное, что творится в вашем жанре, это романсиада. Вот кроме романсиада, есть ли какая-то госпрограмма или какая-то информатизация, информирование об этом жанре, о жанре романса? К сожалению, вот в таком прям масштабном плане нет, приходится в буквальном смысле пробиваться, я говорю о Галине Сергеевне Преображенской, безусловно, потому что она флагман этого движения, она столько лет жизни этот флаг несёт, можно сказать, поднимает на, я считаю, небывалой, в общем-то, высоту, потому что, и благодаря романсиаде сейчас ты говорил про молодых исполнителей, они как раз узнают и притягиваются к этому жанру, и, ну и в том числе и публика тоже расширяется, потому что сейчас романсиада, она не только в России проходит, да, несколько туров, а уже есть романсиада в Гамбурге, в Италии, в Дании, на Кипре, в Киргизии, пытаются в Узбекистане сейчас, в Казахстане проходит уже 20 лет, поэтому, то есть это такое мощное движение, я бы сказала, по-настоящему это не просто вот какое-то, а здесь у нас всем кажется, что это что-то такое, нет, это действительно такое широкое движение, и благодаря ему иностранцы, порой не знающие совершенно языка, погружаются в мир романса, прикасаются, что называется, да, к нашему языку, к нашей музыке. Пару лет назад, когда впервые на Кипре проходил конкурс и принимал участие гиприот, и он спел Римского-Корского так, как его не поют, во-первых, его почему-то этот роман все время поют сопрано у нас, а здесь спел мужчина. А какой именно был роман Римского-Корского? Пленившись розой соловей. А, ну, кстати, непростой. И он его воспринял, то есть он воспринял музыку в первую очередь, он не знал языка, он просто транслировал, да, скажем, язык, но он жил, по-настоящему жил музыкой, и он захватил так, и красками голоса он настолько был естественным и убедительным, и это было настолько здорово, и покорил просто безоговорочно. А у нас все время как-то все усложняется. Я имею в виду, что наши исполнители, они как-то, для них музыка, они не думают о том, что музыка важна, что важно слово. Все как-то, вот он, я вокалист. Технология, технология, да. И они о чем-то другом совершенно думают, а то, что если подумать о музыке и о слове, о смысле, о чувствах, и 200 процентов, что и технология подтянется, встанет на свои места, все окажется естественным и логичным, и не нужно, что называется, вот так вот чесать ухо и выискивать какие-то там... Поэтому... И вот это поражает, что... То есть романс не... Вот эти все стереотипы... В эти моменты, когда ты видишь людей, которые никогда не сталкивались с музыкой, и с русской музыкой, и с романсом, и когда они поддаются музыке и эмоциональной стороне, и все абсолютно бесподобно. Давайте мы сейчас поддадимся как раз эмоциональной стороне и послушаем романс «Уходит вечер», но в сопровождении не очень, скажем так, традиционном для романсового жанра, в сопровождении джазового трио. Послушаем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Друзьяsen DimaTorzok DimaTorzok Даже вы только вслушайтесь и в них уже все есть не нужно ничего придумывать не нужно ничего искать вы только по-настоящему произнесите а все вот как-то так все бегом 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 все 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 чем-то не тем наши мысли заняты а я не знаю стоит погрузиться в это и и все становится ясным и понятным а еще и красивым еще и красивым мало этого и смотришь когда на мебель до старинную нужно почему люди люди желали себя окружать красивыми вещами чтобы даже там не на вилка ложка салфетка не какая-нибудь бумажная там с вышивкой с кружевом еще что ну не важно вот эти вот какие-то мелочи которые которые делают эту вещь совершенно уникальным и мне грустно в этом смысле мне грустно что сегодня вроде как нам очень многое доступно какие-то такие вещи простые и может быть глубокие при этом они уходят и забываются да они они исчезают и почему-то забываются возможно даже и сознательно когда я общаюсь с людьми которые играют барочную музыку практически но очень многие из них не могут ответить на простой вопрос простой вопрос заданный не мной заданный когда-то одним человеком когда еще учился московской консерватории что является целью для инструмент для музыкантов которые занимаются барочной музыкой вот такой самый главный глобальной целью переиграть всю музыку эпохи барокко и барочники не могут на это ответить ничего а что является великой целью для исполнителя который поет романс и великая цель ох не зная во первых на первое чтобы он остался жить чтобы он же потому что он имеет все основания для для этого и ну собственно у нас сейчас как иван стриславович ты знаешь о ком я говорю конечно он приводит потрясающий я считаю пример говоря о том что мы приходим в магазин у нас есть там сыры 10 20 30 наименований то же самое в любой другой категории кто сказал что романс не должен быть меня часто спрашивают а почему романс и мне хочется ответить а почему не роман что значит а почему романс что такое что что такое в нем но слушайте но люди вот играют классическую музыку кто-то вот романтического кто-то там ну и так далее так кто-то сугубо баха почему нет почему вот это отношение к романсу что он какой-то вот чем причем он заслужил вот это какое-то изгнание такое непонятное мне я не могу никак это осознать почему вот это какой то все равно есть налет такой снобизма я знаю что например классические исполнители оперные особенно до романс и они начинают такое в нем вытворять сразу какая-то вдруг появляется пошлость какие-то звуки какие-то почему почему нет этого уважения к этому материалу как есть к чайковскому да к сразу напоминай на сразу напоминая им пожалуйста что романс не мари но это одна из самых сложных ари а еще и существует вальс мюзетты из богемы это тоже вроде как жанр как бы прикладной да но на самом деле совсем академично поэтому это все все настолько но я считаю что это просто смешно это какой-то даже в какой-то мере наверное вопрос культуры внутренней когда вдруг вроде как заслуженные какие-то исполнители вдруг начинают какие-то вещи творить в другом жанре им кажется что это нормально мне кажется что уровень то есть не музыка облагораживает исполнитель а исполнитель как говорят не одежда красит человек красит одежду все-таки исполнитель красит музыку если внутренняя высота имеет место исполнительская высота и культура то любой жанр будет прекрасен высок чист от всех этих стереотипов и ненужных таких вещей то есть все-таки великая великая цель человека который занимается романсом по крайней мере не допустить того чтобы этот жанр умер ну вот если так ну я думаю конечно же не умрет но в иском случае если у меня получится привлечь к нему как можно больше молодых лиц как можно больше скажем мыслящих чувствующих по-настоящему людей то это счастье на этой торжественной ноте хочу предложить послушать еще один романс в как раз можно сказать что это такой message многим-многим кто собирается уйти от этого жанра не уходи не уходи со мной послушаем походи будь со мною здесь так отрадно так светло я утру я мимо тратно послушаем ослушаем yeah Я, поцелуя мимо твое, Устаю, чайничаю. Не уходи, лукть со мною, Я, поцелуя мимо твое, Тебя люблю. Тебя я ласк и огнюю, И я почу и утомлю. Тебя я ласк и огнюю, Я почу и утомлю. Уходи, лукть со мною, Улыбаю странность в моей детьми. Восторг любви нас ждет с тобою. Не уходи, не уходи, Восторг любви нас ждет с тобою. Восторг любви нас ждет с тобою. Уходи, лукть со мною. 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 По крайней мере, он должен об этом знать, куда приходить, в какой концертный зал приходить, и когда, и за сколько денег покупать билет, естественно. Те поклонники твоего таланта, которые сейчас находятся не в Москве, не в Петербурге, где ты выступаешь чаще, безусловно, чем в других городах, где можно в ближайшее время услышать твои концерты и увидеть тебя? — Счастливая была для меня новость узнать о том, что состоятся гастроли в Магадане, на Сахалине с ансамблем «Россия». Наша программа, в том числе и сольная программа ансамбля, и наша программа «Совместная голоса эпохи» прозвучит там. На Сахалине не доводилось мне бывать, в Магадане была неоднократно. — Сахалин будет впервые, это будет премьера? — Да, так что для меня, да, в общем, новые места, как ни странно, за долгие-долгие годы, но вот есть еще такие города, у меня вот на букву «О» у меня города еще как-то так в списке. — Омск, Оренбург? — Да-да-да-да-да-да-да. — Угу, то есть они не были еще в твоем списке? — Не были, не были. — Ага, интересно. — Так же, как и «О» и «У», вот у меня два. — Ульяновск, Улан-Удэ? — Ну, только Ульяновск был, Улан-Удэ, Уфа, вот здесь нет, это вот как-то пока не случилось. — Ну, все еще впереди, я уверен, особенно сейчас, тогда, когда уже после таких нескольких волн пандемии все-таки организаторы находят возможность осуществления концептов. — Как хочется, чтобы мы все как-то обрели покой внутренний, я не имею в виду, что совсем успокоиться. — Да уж. — Относительно будущего, что хотя бы можно что-то попытаться, планировать чего-то, как-то к чему-то стремиться, не так гипотетически, а по-настоящему, какие-то даты, чтобы они были конкретными, без вот этих вот вечных ожиданий, возможных переносов и так далее. — Ожидания, а главное, что абсолютно полной неуверенности в том, что концерт состоится до того момента, пока ты не сделаешь первый шаг уже непосредственно на сцене. — Это точно, да. — Вот ты уже когда вышел на сцену, то тебя уже оттуда не уберут, пока ты не доиграешь, не додирижируешь или не допоешь. — Действительно так. Ирочка, я хочу спросить о том, что является самым комфортным в качестве сопровождения в вашем жанре, то есть сопровождением в жанре романса. — Я абсолютно влюблен в ваши концерты с ансамблем «Россия», когда дирижирует Дима Дмитриенко. Ну, что скрывать, мы давние друзья, но это не влияет на самом деле на мою любовь и к этому жанру, и к вашим концертам. Но это счастье, когда ты находишь дирижера, который чувствует, понимает, предвосхищает, предчувствует и понимает, что ты хочешь сделать в следующем такте или со следующим замедлением. Но ведь это просто везет, это просто Дима такой, это ваш такой тандем. Но вот что является самым комфортным в качестве аккомпанемента? Один ли рояль? Потому что у тебя ведь много вариантов аккомпанирующего состава. И трио, и ансамбли, и ансамбль «Россия», и пианист. Ну вот что для романса комфортнее, что для тебя комфортнее? Сложно сказать, потому что и романс тоже разный. У меня есть программа, где аккомпанируют две гитары, и это тоже для меня такие новые были ощущения. — Под окном? Или просто две гитары? — Нет, нет, в реальности рядом со мной, да, они где-то там. — У нас очень многие помнят две гитары под окном. — Да, да, да. В звене вжалобно заныли. — Именно. — И все это не так жалобно, а очень даже трогательно, красиво звучит. И для меня это были новые ощущения, потому что с гитарой мне не так часто приходилось выступать. И какие-то новые краски это дает в том числе, поэтому я всегда открыта новому какому-то звучанию, и какие-то хочется найти, может быть, еще какие-то повороты, голос, и не знаю, какой инструмент. Ну, в общем, я думала про арфу, думала, еще какие-то мысли, какие-то... — Красиво. Арфа, флейта, традиционная музыка XVIII века. — Это тоже, конечно, меня привлекает все. Вот ты говоришь, как вот так получилось, что только романс? — Ну, на самом деле, не только романс, потому что я не могу себе отказать в удовольствии прикасаться к музыке любого жанра, и случаются программы, где звучит очень разная музыка, и это такое творческое счастье. И я всегда стараюсь и классические программы делать, ну, так, по разным причинам, и в том числе, чтобы мой внутренний камертон тоже звучал верно, да. Поэтому мне хочется еще чего-нибудь, еще каких-то новых поворотов, я пока не знаю, в какую сторону. — Ну, ты же открыток всякого рода сотрудничеством и интересным идеям, поэтому я думаю, что не заставить себя долго ждать какая-то новая коллаборация. Кстати, я никогда не слышал тебя ни с кем в дуэте. Это мой минус? — Нет, случалось. — Но, наверное, не так часто? — Не так часто. — А кто это был? — Хотя для меня звучание в ансамбле достаточно естественно, учитывая, где я училась, чем те на хорове. В дирижерском хоровом факультете моего любимого училища Новороссийского. И, пользуясь случаем, как говорится, я хочу выразить на широкую публику свою радость о новости, что в Новороссийске наконец теперь есть концертный оркестр, симфонический оркестр. Это, конечно, большая радость и для музыкантов в первую очередь, и, я уверена, конечно, для жителей, для публики, потому что это то самое место, тот город, который заслуживает абсолютно, чтобы был такой коллектив, который будет делать программы яркие, красивые, эффектные. Поэтому моя радость не знала и не знает границ, потому что я искренне радуюсь и за коллег, и за педагогов, с которыми мы периодически тоже как-то на связи. И они пишут и говорят, ой, Ирина, вот мы же с вами, может быть, все может быть когда-нибудь. Конечно, конечно. Я думаю, что случится. У нас большие планы, на самом деле, в Новороссийске и на концертные серии, и на следующий сезон. Так что я думаю, что все случится. Поэтому в Новороссийске редко мне удается там бывать. Но с концертом ты еще не была с тех пор, как ты уехала? Еще не была. Я была однажды на юбилею колледжа, уже колледжа, училища, привычнее говорить, конечно. То есть это такой был миг, можно сказать, потому что примчалась и умчалась, ничего толком. Я только единственное успеваю отметить, как меняется город, что он хорошит, что он становится другим, он красивый, расцветает. И это, конечно, приятно. Даже в эти секунды и минуты, которые я там пребываю, все быстро-быстро, но, конечно, это невозможно не увидеть. Да, это невозможно не заметить. Это действительно так. И тем более сейчас в этом городе появился и симфонический оркестр. Вернее, возродился спустя сто лет. Такое украшение, я считаю, что это, конечно, здорово, что это есть. Да, здорово, действительно. Ир, я хочу поблагодарить тебя за сегодняшнюю беседу. Огромное спасибо, что ты нашла время, прежде всего. И для меня очень важно вот что. Я сейчас поймал себя на мысли, что мы знаем друг друга очень много лет. Я знаю, какая ты великолепная артистка. Я очень люблю бывать на твоих концертах, к сожалению, не очень часто, но я бываю. И вот сейчас в течение сегодняшней беседы, в течение нашей беседы, вот сейчас в эфире, я еще раз убедился в том, что когда ты выходишь на сцену и уже с первой секунды создается сам собой, как я теперь уже понял, образ, он абсолютно никак не противоречит с твоим представлением о жанре, с твоим представлением о музыке, с твоим ощущением артистической ответственности за то, что ты делаешь каждый раз, когда ты выходишь на сцену. Я хочу тебя поблагодарить за это, потому что это потрясающий пример того самого служения музыке, который мы в последнее время, к сожалению, очень редко наблюдаем. То есть это ощущение уходит. В твоем творчестве это именно служение музыке, служение романсу, служение прежде всего искусству. Огромное тебе за это спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Я очень рада, что это состоялось. Наше такое, я не знаю, как это назвать, это даже не беседа, это такой прям, какой-то глоток. Глоток, потому что мы и видимся редко, и уж тем более на какие-то такие темы пообщаться обычно, либо что-то предметно обсуждается, а так. О многом, что волнует творческих людей, музыкантов, это так, в общем, сейчас такая нехватка, дефицит, огромный дефицит. Да, ты права, ты права. Но все-таки будем общаться дальше. Да, да. Будем. Огромное спасибо, успехов, и большое спасибо, друзья, что вы сегодня были с нами и поприсутствовали, собственно, при нашем достаточно интимном разговоре на важные темы об искусстве. Наверное, так уже можно назвать, вряд ли даже это интервью, Ирочка, вряд ли это интервью. И в заключении я хотел бы предложить посмотреть еще одно, одно из, конечно же, многочисленных выступлений Ирины Крутовой. И что это будет? Это будет небольшой эксперимент. Эксперимент в совершенно ином жанре. Спасибо, друзья. Спасибо, Ирочка. До встречи. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Спасибо.